Вот я начну с такого взгляда на локализацию, а на классификацию заболевания. Дело в том, что зачем нужна классификация? Она нужна для того, чтобы разделять и отделять не схожее друг от друга, так, чтобы на этом можно было опереться и поставить определенные, так сказать, взгляды и для продвижения клинических исследований в том числе. Но это ТНМ классификация, это отдельно взятые классификации, там, как МД Андерсон классификации. Здесь же речь идет, о чем здесь идет речь? А вот о чем она здесь идет. В начале 80-х, когда уже была создана меланомная группа ВОЗ, когда уже было понятно, что основными прогностическими факторами является толщина опухоли и уровень инвазии, стало ясно, что меланома является разной болезнью и не всегда, совершенно не всегда фатальной. И поэтому меланомная группа, в которой я тогда состоял, она была, кстати, организована Веронези, итальянским хирургом, ныне здравствующим, ему уже много лет. Кстати, Роберт Иванович Вагнер, питерский, он тоже ныне здравствует, и он состоял членом этого первого созыва. Николай Николаевич Трапезников, которого, к сожалению, нет, мой учитель, также были среди основателей. Так вот, тогда стало ясно, что это разная болезнь. Она может быть и спокойной, и раноизлечиваемой. И вскоре появились такие термины в литературе – тонкая, ранняя. И, собственно говоря, поэтому для людей, которые не работают исключительно в области лечения пациентов с меланомой, а особенно для дерматологов, было нужно дать понимать им, что если они раньше вскроют и поставят правильный диагноз, это может привести к излечению человека. Вот, поэтому, что такое сегодня зрелое-незрелое? Ну, незрелое – это понятно. Если, значит, заболевание растет на месте и вызревает, то прошу не путать с метастазами. Речь не идет о метастазах. Речь идет о том, что процесс проникновения… Кстати, вот этот рисунок неправильный. И вот почему неправильный. Дело в том, что… Ну, это не я его рисовал. Я не согласен вот с чем. Значит, здесь изображены клетки, которые проникают внутрь дермы. Но чем больше они туда проникают, тем больший компонент сверху, они как бы выталкиваются наверх. И в этом, собственно говоря, феномен того, что часто говорят пациенты. Вы знаете, у меня она стала вылезать наружу. Это ведь хорошо. Это значит, что она вылезет, и мне станет лучше. На самом деле она вылезает по той причине, что тот компонент, который идет вглубь, выталкивает все, что только можно наверх. И в результате образуется экзофитный компонент. Таким образом, до тех пор, пока есть плоское образование, а это бывает только в начале, мы можем говорить совершенно точно о ранней форме местно развивающейся меланомы, для которой характерны, конечно, и уровни инвазии, там ранние, и толщина небольшая. Кстати, хочу сказать, почему уровни инвазии, которые были внедрены Кларком, очень, с моей точки зрения, настоящим мудрым патоморфологом, почему сегодня они уступили вот этой толщине опухоли. Потому что когда морфолог, опытный, опытный морфолог смотрит, он практически всегда может отличить все слои кожи. Вот здесь есть ретикулярный слой. Дело в том, что в ретикулярном слое плотность этого ретикулярного слоя может быть разной, и морфолог не сможет сориентироваться относительно третьего, четвертого или второго уровня, он спутает. Но средние показатели уровня по Кларку, они укладываются в миллиметры. Поэтому проще, чтобы не рассчитывать на грамотность морфолога, просто измерять. Если вы измерите миллиметрами, то вы будете знать, то, что в пределах одного миллиметра, это сосочковый слой кожи, то есть ранняя инвазия максимум. А если это меньше, то это вообще слои, слои, где нет сосудов, и тем более вы видите, что именно в ретикулярном слое кожи появляются и лимфатические, и кровеносные сосуды. И их гораздо больше, чем глубже пенетрация опухоли вниз. Таким образом, можно разные видеть цифры, которые даются, но в принципе есть, конечно, проблема в том, что они именно разные. И мы говорим, что если толщина опухоли маленькая, то можно рассчитывать на очень высокий показатель. Но я беру самый низкий, то есть 85%, а он может быть, по некоторым данным, до 95%, это зависит от серии пациентов. Сегодня уже это никого не интересует, потому что это уже доказанные вещи, что это чем тоньше толщина образования, тем лучше прогноз. И интересно, что когда толщина опухоли всего лишь 4 миллиметра, это ведь, собственно говоря, толщина – основной параметр, по которому ТНМ-классификация строится. То есть это критерий Т, грубо говоря. Значит, для меланомы речь идет на миллиметры. Один миллиметр или два миллиметра решают прогноз. Если мы возьмем другие формы рака человека, например, рак почки, там Т1 будет 4 сантиметра, Т1А и Т1Б – 7 сантиметров. А здесь Т1 – это 1 миллиметр. Если мы возьмем рак легкого, там тоже будет гораздо больше. Т1 – это до 3 сантиметров. То есть биологические особенности этой опухоли таковы, что она действительно пугает, что всего лишь 1 миллиметр, и все меняется драматическим образом. Если здесь 90, то тут может быть меньше 40. И мы говорим, что никаких метастазов нет. Мы об этом говорим. Мы говорим о том, что вот такое образование, скорее всего, мы его относим к этой самой незрелой форме, потому что толщина здесь, мы знаем ее, поскольку мы получили, значит, исследование гистологическое. Ну, тут АБЦДЕ я просто этот материал делал для того, чтобы объяснять, насколько несовершенны системы вспомогательные для ранней диагностики. Хотя здесь это правило работает неплохо, но я не буду на этом останавливаться. Здесь другая ситуация. Здесь речь идет о том, что вот, видите, она экзофитного характера, опухоль. Но это означает, что все, что над ней, вот эта кожа, она над ней, она втолкнулась туда, внутрь, а вытолкнула наружу дерму. Поэтому впечатление обратное, да, вот, особенно у некоторых пациентов. Они говорят, слава богу, я такое чувствую, ощущение, что я выздоравливаю, потому что она вот сейчас хочет отойти и может быть вообще отвалится. Но это глубокое заблуждение. То есть достаточно видеть внешний вид опухоли, чтобы понять, что дело обстоит очень плохо. И если метастазов нет, то они будут. Таким образом, здесь мы снова, я для чего-то его поставил еще один раз, для того, чтобы сказать, что, что нету четкого критерия, разграничивающего раннюю, тонкую, незрелую от зрелой. С моей точки зрения, в принципе, речь может идти о том, что клинически это плоское образование. Скорее всего, что любое плоское образование, не успевшее внедриться вглубь эпидермиса и дермы, является образованием в пределах эпидермиса и таким образом в пределах одного миллиметра. и это условно нам позволяет любое плоское образование рассматривать с точки зрения ранней формы меланомы. Даже если она находится на этом участке кожи много-много лет, а это очень, кстати, для меланомы характерно, развиваться очень долго, для поверхностной формы. А если толщина опухоли больше одного миллиметра или даже полутора миллиметров, то это такое условное граница и деление. Кстати, вот при исследовании лимфатических сторожевых лимфоузлов очень часто за основу бралась цифра 1,5, а сейчас, по-моему, вообще просто один миллиметр уже, да? Вот. То есть, и здесь взгляды совпадают, что где-то вот здесь проходит эта граница. и все, что сверху, это то, что может быть излечено всего лишь навсего хирургическим путем, и все, что ниже, ниже делится на две категории. Одна категория это плохого прогноза, а другая промежуточного прогноза. И, кстати говоря, вот все разговоры о необходимости или же выборе удаления, профилактическом удалении лимфатических узлов, они вот здесь находятся. Можно не делать никакую биопсию сторожевого лимфоузла, а делать только тем пациентам удаление лимфоузлов, у которых промежуточная толщина опухоли, потому что там, сейчас я вам покажу, а нет, это у меня в другом месте. Да, это в другом месте. Вот смотрите. Значит, здесь, судя по всему, образование имеет все-таки поверхностный характер роста. Обратите внимание, что диаметр его 2 сантиметра, то есть это большое образование. Оно развивалось у человека более 5 лет. Появился сначала диспластический невус, который рос, 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 стали образовываться очаги спонтанной регрессии, не очень выраженной, но тем не менее, да, и тем не менее, вот можно видеть, что кожа в целом сохранена, то есть сохранен кожный рисунок, и поэтому мы говорим, что для диагностики меланомы внешние размеры не играют никакой роли. это может быть и больший размер, но по диаметру стадию выставляли лет 40 назад, а последние классификации требуют диагностики только морфологической, только с помощью критерия толщины, и больше никакого другого, или же на худой конец уровня инвазии. А здесь, конечно, совершенно другое, это узловая форма меланомы, которая, будучи, скорее, как правило, они вырастают за более короткий срок времени, речь не идет о годах, обычно идет о месяцах, тире годе, и это другая по биологии, по биологическим свойствам опухоль, она, безусловно, хуже по прогнозу, и Кларк, когда делал свою классификацию гистогенетическую, которой, вообще-то, клиницист особенно не пользуется, и она не используется и в ТНМ ориентации. Он выделил четыре типа опухоли, поверхностную, распространяющуюся, узловую, акрально-лентигенозную и лентигенозную просто. Вот тоже интересный случай. Когда-то это можно было бы назвать меланозом дюбреэля. На самом деле, это огромного размера 10 сантиметров первичная опухоль с наслаивающейся надулярностью, и этих надулярностей здесь много, с огромными полями спонтанной эрогрессии, но это просто редко такое можно увидеть, поэтому я вам это показываю. Хотя у этого пациента уже в момент его появления у него есть метастазы в лимфатических узлах, и надо сказать, что прогноз его был плохим, и на самом деле это очень быстро подтвердилось. вот еще один вариант поверхностной, тонкой, ранней, незрелой формы меланомы, где мы опять же обращаем внимание на структуры кожи, они практически видны очень хорошо, как кожный рисунок, так и все остальное, нету намеков на изъязвление, как правило, изъязвление бывает при узловых вариантах, вот здесь это изъязвление есть, и мы с вами должны помнить о том, что изъязвление является независимым фактором прогноза, то есть там оно, во-первых, инкорпорировано в ТНМ классификацию, и любое Т должно оцениваться по толщине опухоли плюс-минус изъязвлению, и таким образом ставится правильная стадия заболевания. Вот здесь казалось бы поверхностная форма роста, но если приглядеться, здесь есть надулярности, здесь есть очаги надулярности, то есть если подождать месяцев 5-6, здесь появится приличная надулярность и изъязвление, как правило, тоже. Вот эту внешнюю поверхностную форму нельзя назвать ранней никак, потому что здесь совершенно очевидно, что процесс пошел вглубь, и примерная толщина такого образования где-то около 2 миллиметров, что уже, конечно, по всем критериям. Георгий Иванович, здравствуйте, приветствуем вас на вашей родине. Ну вот, значит, здесь уже поздняя диагностика на самом деле, потому что все, что до 1 миллиметра, это ранняя диагностика, а все, что позже, это поздняя диагностика. И здесь тоже еще один вариант, когда можно было бы сказать, что не так уж все и плохо, но назвать это незрелой меланомой или ранней уже нельзя, потому что здесь есть совершенно очевидные изменения, которые мы, я не знаю, как здесь, а вот в компьютере это отлично видно, что поверхность шероховатая, и дело не в шероховатости, а в том, что это просто именно та самая надулярность, о которой я говорю, то есть надулярный компонент. Не обязательно, чтобы это был узел, это плоское образование с надулярностью, этого достаточно, чтобы сказать, это зрелая форма меланомы, что здесь могут быть метастазы. А вот здесь, ну здесь совершенно вот очевидно, что речь идет о раннем образовании, хотя вы знаете, когда есть, хотя, когда есть вот такие очаги спонтанной саморегрессии, это говорит о многом тоже, это говорит о том, что, во-первых, это долго существует, и неизвестно, может быть, оно уже прошло стадию инодулярную, а потом вернулось. Почему? Потому что при наличии регресса очень часто мы сталкиваемся с другим феноменом. Регресс как бы говорит о том, что вот лимфоциты, кстати, между прочим, свои уничтожили, да, но происходит эскейп и появляются метастазы в лимфоузлах. Наверное, по той причине, что гасится вот тот процесс, который связан с лимфоцитами и анти-CTL4, потому что чтобы не развивалась аутоиммунность, то есть иммунная система себя выключает, как только она достигает определенного уровня своей активности, и тогда, спустя полгода, появляются метастазы, то есть сам фактор регрессии не является позитивным. Это вот то, что касается зрелой и незрелой, я еще раз подчеркиваю, что это скорее нужно для того, чтобы объяснить другим специалистам, в том числе и драматологам, что им, к чему им нужно стремиться, когда они смотрят здоровых людей. Им нужно стремиться к тому, чтобы заподозрить это раньше. Да и онкологам в целом не мешает об этом знать, потому что слухи о том, что меланома такая ужасная, они на самом деле имеют под собой основания, но не до такой степени, чтобы полностью отрицать наше знание об этой опухоли. А отсюда я перехожу и во вторую часть, потому что, да, потому что она касается наших хирургических взглядов. Вот дайте, пожалуйста, вот эту вторую часть. Я должен сказать перед вами, что долгие годы я являлся пропонентом, то есть защитником того, что нужна щадящая хирургия. Поскольку принимал участие, ну, от нашего учреждения в ряде клинических исследований, которые проводились и меланомной группой, и РТС, по отступам, хирургическим отступам для первичного очага. И, конечно, меня все это убеждало, что действительно, зачем делать всегда там большие отступы, если мы понимаем биологию опухоли. Вот если мы понимаем, что меланома не саркома, и для нее не характерно местное рецидивирование, а характерно оно для меланомы или нет, оно не характерно. Оно не характерно. Вот если мы посмотрим, то мы увидим, что опухоли, у которых толщина, то есть Т, как бы, грубо говоря, один, они вообще не дают местных рецидивов. это очевидно совершенно. И у нас есть наши ретроспективные данные, которые полностью подтверждают это. Там порядка 400 пациентов и ноль, ноль процентов местного рецидива. А лимфоузлы чаще всего бывают, и то не очень часто, потому что это, вообще-то говоря, излечиваемый контингент. Отдаленных метастазов тоже не наблюдается, или же в малом-малом количестве, причем они появляются, как правило, спустя стандартные годы наблюдения. Не 3, не 5, а ближе к 10. Они появляются. Это такая особенность у ранней формы меланомы. Теперь, если мы посмотрим на нижнюю категорию пациентов, здесь местных рецидивов как можно больше в сравнении со всеми другими. Их может быть аж 10 и чуть больше. Но при этом у них отдаленные метастазы на первом месте, а лимфоузлы уже на втором месте. Именно по этой причине, когда планировались еще в прошлое десятилетие хирургические протоколы по удалению лимфатических узлов, еще не было биопсии строжевого лимфоузла, говорилось, что надо брать только промежуточную толщину опухоли, потому что здесь лимфоузлы чаще всего бывают, будь то при меньшей толщине или же при большей, до 50% доходит. То есть если вы будете этих больных оперировать с закрытыми глазами, вы попадете в точку с точки зрения максимального выхода вашей идеи и идеологии удалить очаги эти, то есть удалить лимфатический коллектор и при этом получить там скрытые метастазы или уже явные. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Здравствуйте. Ну вот, и соответственно, если мы вот это все берем и понимаем, мы говорим, так нигде нету, ни в одной позиции нет такого, чтобы местный рецидив какую-то реальную роль играл. Он нарастает по мере того, как нарастают все остальные метастазы, будь то лимфогенные или же метастазы в отдаленные ткани и органы. Соответственно, мы говорим, так зачем же тогда делать большие операции местно? А ведь делали, сравнивали, не просто взяли и придумали. Сравнивали отступ в один сантиметр против трех, отступ в два сантиметра против пяти. Это специально было сделано, потому что сначала показали, что здесь нет никакой разницы, потом увеличили аж до пяти и до двух и тоже показали нет никакой разницы. И где бы это ни делали, везде одинаковый результат. Нет разницы. Хотя, конечно говоря, я был немного удивлен, когда два года назад в Гамбурге был свидетелем выступления очень интересного сообщения, где метаанализ всех хирургических исследований показывал, что все-таки отступ играет некую роль. Но метаанализ размыт. Он не говорит, где надо это найти. Он говорит, что чем больше вы делаете отступ, тем меньше рецидива. Ну, мы согласны с этим. И он говорит, чем больше отступ, тем меньше шансов, чтобы были метастазы в лимфоузлах. А это уже требует осмысления. Что это означает? Что есть контаминация клеток опухоли вокруг первичного очага, которая, возможно, придет в лимфоузлы. Но это никаким образом не играет с появлением отдаленных метастазов. Никакой связи здесь нет. И тем более это никакой роли не имело прогностической. То есть речь шла лишь о том, что вашим отступом максимум, что вы можете сделать, это уменьшить возможность рецидива болезней в лимфатических узлах. И поэтому весь этот кумулятивный опыт и анализ, он все равно сводится к тому, что нет смысла делать большую хирургию, чем отступать на 2 сантиметра. Конечно, это же все сделано не в нашей стране, это сделано за рубежом с помощью клинических исследований, где популяция пациентов другая. То есть во всех исследованиях, о которых я говорю, если мы посмотрим на толщину опухоли, мы увидим, что за редким исключением это в общем-то либо ранние формы, либо промежуточные, но никак не те, которые мы называем зрелыми или толстыми, где есть и 4 миллиметра. Вот, например, в этом исследовании американском все равно тех пациентов, которые имели четверку, их гораздо меньше, чем тех, которые имели единичку или двойку. Потому что в этих странах развита ранняя диагностика. Просто нет пациентов, которыми обладаем мы. А у нас совершенно другая ситуация. у нас таких пациентов больше, чем нужно. Поэтому, конечно, если бы мы хотели что-то передоказать и сказать, что давайте все-таки будем оставаться на наших отступах, тогда бы мы должны были организовать какое-то российское клиническое мультицентровое исследование. И на эту тему мы время от времени говорим, вспоминаем, ну, можно ли это сделать, нельзя, и кто будет спонсором этого исследования. И мы тут же понимаем, что не так все просто. А ведь мы должны это сделать для того, чтобы напечатать это в международной литературе и сказать, что, а вы знаете, у нас все по-другому. Ну, одним словом, одним словом, мы в наших рекомендациях сегодня все-таки придерживаемся вот этого подхода. То есть, если толщина и поверхностный характер опухоли, то мы говорим, да, один сантиметр достаточно. При этом все равно здесь не будет один сантиметр, потому что если мы сделаем кругляшку, мы ее никак не зашьем. До смешного, тогда придется сажать заплатку. Поэтому мы все равно здесь удлиним и у нас не будет всего лишь на всего один сантиметр. Мы просто выберем тот вектор, который направлен, например, в сторону подмышки. Вот здесь и здесь подмышечная область или здесь паховая, то мы вот так должны сделать с тем, чтобы ориентировать длинный диагональный разрез в сторону лимфатического оттока. Вот и еще один такой же пример. И если эти примеры приводить, это, конечно, ну, если, допустим, толщина находится в пределах 1-2 миллиметров, то это на усмотрение хирурга. И я еще раз подчеркну, даже если вы сделаете отступ 1 или 2, все равно у вас получится в реальности это больше. Просто тогда вы направления делаете такие, которые идут в сторону коллектора. И таким образом вы не нарушите и рекомендации, и на самом деле сделаете больше. И кто знает, если бы у нас еще и морфологи брали эти материалы удаленные, распиливали их на миллион разрезов и делали кучу-кучу микросрезов, тогда возможно были бы и микросателлиты, и микрометастазы, но этого у нас ведь нету, и в рутинной практике мы не позволим себе это делать, потому что это уже наука, а мы занимаемся и говорим о практике. Ну, в общем, одним словом, здесь ничего нового я вам не покажу. Вот, кстати, лицо. Значит, мы, была конференция, кстати, в Петербурге тоже, организованная международным обществом, как оно правильно называется, Евгений Циренович, вот ИФНОС, да, вот они организовывали в Питере конференцию года четыре назад. Я был приглашен на вот секцию к специалистам по голове шеи, и там была дискуссия по поводу, как удалять, если образование находится на лице или же там на голове, у всех, у всех понимание однозначное, не надо стремиться к той хирургии, которая прописана для стандартных локализаций. То есть, если здесь мы говорим, что здесь там толщина, отступ должен быть два сантиметра, все специалисты скажут, мы сделаем один. Мы не будем делать больше, потому что биологию не обманешь. Рецидивы там не будет, а метастазы будут. Ну, а метастазы будут, они же не от того зависят, когда вы это, насколько вы это удалите, они зависят от чего метастазы. Как рано определилось вот это вот. Если оно определилось на стадии Т3, значит, это поздно, и метастазы могут быть, и уже с хирургической точки зрения вы ничего не сделаете, потому что это не саркома, которая здесь была бы на первом месте бы рецидив местный, а это не саркома, не будет там рецидива, а если он будет, то скорее всего будет сочетаться с метастазами в лимфоузлы и так далее. И здесь такой же подход и так далее. Вот интересно, например, то, что нередко можно видеть у пациентов, чаще у женщин, но и у мужчин бывает, это лентигенозные образования, подобные меланозу Дюбрейля. Ну, сам меланоз Дюбрейля, Дюбрейль-то описал-то это все больше 100 лет назад, тогда и, собственно говоря, не было морфологического исследования. Я думаю, что любой меланоз Дюбрейля, это чаще меланома, уже манифестировавшая и реже процессы, подобные кератокантомом. Ну, для этого нужно просто делать гистологическое исследование. Когда мы вот занимались этими пациентами, у нас порядка 10 таких есть пациентов, не у каждого была меланома, но у этой женщины была. И у нее, в принципе, очень неплохой результат получился косметический. Но самое интересное, что будучи очень же большой размер образования, то есть, если подходить с такими стандартными мерками, там отступите 3 сантиметра, то что останется от чайки? Ну, и уже много лет прошло, она даже и не появилась больше ни разу, потому что она, собственно говоря, имея такие гистологические параметры, может рассчитывать на абсолютно длительное выживание без признаков болезни, и косметический эффект у нее был хороший. Поэтому, когда мы получили приглашение высказаться от руководителей Русска, мы пошли по такому пути. Мы сказали, наверное, нам для начала нужно сделать прецедент, и все-таки нашим докторам сказать, давайте делать так, как это принято. Если в этом нужны какие-то разъяснения, то во второй версии мы эти разъяснения внесли. Сейчас будем готовить еще одно разъяснение и там внесем, но для нас, для всех, что важно, мы, смотрите, эксцезионная биопсия, а у нас никто ее не делает, у нас никто ее не делает, за редким исключением, у нас сразу намечается одноэтапное хирургическое лечение. Отчасти мы понимаем почему, потому что у нас так устроена госпитальная служба, что дважды класть человека с такой ерундой, кто же это будет делать? А это не надо класть, вы сделаете эксцезионную биопсию на первом этапе, а потом через 10 дней, когда у вас есть морфологическое заключение, вы сделаете второй этап. И это может быть операция с определенными отступами, которые вы четче спланируете. И самое главное, что так делают все. В этом нет большой ошибки, и в этом нету, может быть, той бомбы, которая заложена, когда мы говорим и про местную анестезию. Хотя, опять же, здесь я сам оговорюсь. Мы сделали маленькое наше исследование, показавшее, что у нас толщина опухоли не даже не 4 миллиметра, а гораздо больше. Это среднее. Соответственно, кто знает, может быть, при такой толщине опухоли, когда это выглядит вот так, местную анестезию делать я не рекомендую. Это глупо. То есть, мы должны сами подходить с умом к определению, когда это можно сделать, когда нет. Здесь, конечно, надо сразу планировать операцию, здесь надо пересадку кожи делать, кто отрицает. Но если мы имеем всего лишь плоское маленькое образование, нужно начать с анестезии, с биопсии, установить, а там, может быть, и нет никакой меланомы, тем более не будете лишнее делать и забирать. А тут, конечно, о чем речь. Мы тогда проводили конференцию, и вот там, но это, правда, уже достаточно давно, это, по-моему, лет 7 назад было. Но большинство у нас склонялись к тому, что надо побольше все-таки удалять, и к местной анестезии насторожно относились, и хотели иссякать фасцию. На самом деле, я и сейчас скажу так, что если мы вооружены общими представлениями, то мы не сделаем ошибки, и применим, и применим местную анестезию тогда, когда это позволительно. И не будем этого делать тогда, когда это явно может быть во вред, как вот я показал на том снимке. С границами и отступами, но еще раз говорю, что даже если вы планируете 2 сантиметра, то в некоторых направлениях у вас получится 3 и больше. А если вы будете планировать 3, тогда в диагональном направлении вы получите 5 и 6 и 7 и 8. То есть это понятно. И тут собственно говоря не о чем больше и дискутировать. Но вот этот пациент, зачем ему это сделали? Ведь это совершенно очевидно, что это много. Он все равно умер. У него уже на момент поступления были метастазы в лимфоузлах. После операционной раны заживалось 7 или 6 месяцев. И общая продолжительность жизни была около года или чуть больше. ему можно было сделать такую маленькую операцию, был бы тот же самый эффект. Он бы все равно имел метастазы и умер в те же самые сроки. Но он половину этого срока не заживлял бы себя и может быть даже стимулировал ангиогенезы и какие-то вещи, которые связаны с этим. Поэтому я вот против этого. Мы можем спорить о том, что 2-3, но вот так делать точно не нужно для меланомы. Это для саркомы так, наверное, было бы правильно, а для меланомы нет. Одним словом, я еще раз хочу сказать, что мы имеем особенность наших пациентов. У них местно распространенная форма, чаще бывает, чем поверхностная. Но все равно мы можем пользоваться достижениями или познаниями биологического характера болезни, которые пришли к нам из клинических исследований хирургических. и если мы хотим что-то сделать и убедиться в чем-то сами, мы можем в общем-то создать экспертную комиссию, да, Георгий Иванович? И что-то там придумать. У нас есть уже даже определенные точки, где я бы пригласил с удовольствием, например, Сергея Васильевича из Краснодара, у него прекрасно все понимание, и он огромным материалом. А? Хорошо, Сергей Анатольевич, извините. Ну, одним словом, спасибо за внимание, а то я что-то разговаривался. при глубине больше двух миллиметров отступы два сантиметра. Да. А как мы узнаем глубину? А эксцезионную биопсию надо сделать. Вы можете руководить сначала эксцезионную биопсию, потом ориентируясь на рубец. Значит, вы должны помнить, что меланома стадируется морфологически. Да? То есть, в любом случае вы должны иметь подтверждение морфолога. И обязательно должны иметь хорошую морфологическую поддержку, а не просто вот кто-то написал что-то и этому можно ли верить. Это очень серьезный момент компетенции и морфологической службы в том числе. Понимаете? А биопсии другого рода не годится, кроме эксцезионной? Можно сделать эксцезионную, взять самое толстое место, то есть, самое возвышенное. И так, кстати говоря, делали в Америке. Когда я был там, уже это было очень давно, то у них тогда это было очень популярно, в конце 80-х. Они делали эксцезионную биопсию, и это делалось, кстати, в рамках клинического исследования по отступам. То есть, они не делали полное удаление очага первичного, брался трепан, и в самом месте, где есть хоть какая-то возвышенность, брался столбик тканей, получали стадию, и дальше его рандомизируют. А сейчас они перестали это делать? Сейчас они этого не делают. Сейчас эксцезионная биопсия номер один. А какой-нибудь шейф? Шейф вообще исключено, что вы. Шейф биопсии не показан для меланомы. Портит материал и не дает, не достадирует. То есть, эта биопсия делается непосредственно перед маркировкой лимфоузлов, то есть, это срочная биопсия? Это не срочная биопсия, это делается плановым образом, с абсолютным пониманием того, что следующий шаг будет сделан через неделю, две, три и даже через месяц. Маркировка от этого не страдает? Маркировка чего? Сторожевых лимфоузлов. Страдает, я думаю. Я думаю, страдает. А если она страдает, то зачем это делать? Ну, я не знаю, я не могу, у них есть экспертное сообщество, да? Вот, я вам скажу так, почему я так думаю? Потому что, конечно, сторожевые лимфоузлы и отток к сторожевому лимфоузлу зависят от того, если будет нанесен хирургический разрез, а потом зашивание. У меня был такой пациент, хоккеист, который играл в Канаде, наш русский парень. У него сначала было здесь удалено то, что стало меланомой, потом он поехал на биопсию сторожевого лимфоузла, ему ее сделали, она была отрицательная, и через несколько недель у него обсыпало так, что понятно было, что эта биопсия была неправильная, потому что она была сделана в условиях, когда уже искажены реальные условия того лимфооттока и того лимфоузла, который можно было бы назвать сторожевым. Он уже изменился. То есть, становится непонятным, что же делать? Придерживаться так называемого мейнстрима. Что делать? Они, если мы говорим о западной медицине, делают сторожевой лимфоузел, это самостоятельная процедура, которая, как правило, делается, не совпадает с первичным удалением, потому что очень много ранней формы меланомы. Когда нужна сначала диагностика первичного очага, и эта диагностика у 50, 60, 70 процентов снимет необходимость сделать сторожевой лимфоузел, потому что у них толщина опухоли будет 1 миллиметр. А сторожевой лимфоузел рекомендуется тогда, когда толщина опухоли 1,5 миллиметра или больше. Поняли? Нет, я так и не понял, что делать. И думаю, что многие в этом зале этого не поняли. Вы знаете, есть вещи, которые не обладают дважды два арифметикой. Они сложнее. О них говорят и приходят к какому-то единомыслию не сразу. Я лишь здесь показываю тренды, которые существовали и существуют. Общие понятия. В практике нас интересует меньше понятия, а больше интересуют клинические рекомендации. Да. Потому что по понятиям мы знаем, что многое происходит по понятиям. Хорошо. Вы где работаете? А нам нужно по рекомендации. Вы где работаете? Я работаю в 5-й городской больнице города Москвы. Хорошо. Значит, если вы захотите, я вам всегда помогу с решением индивидуальным пациента, который у вас будет. Потому что индивидуальных таких моментов очень много. И они все на самом деле непростые для решения. Но тогда просто будет это точнее, чем сейчас мы будем занимать все время. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Владимир Владимирович, спасибо вам большое за прекрасный доклад. У меня вот вопрос. Где все-таки тот предел сантиметра, когда можно использовать местную анестезию для эксазионной биопсии? Предел… Мы смотрим на первичную опухоль, мы сомневаемся, меланома не меланома. И когда мы приходим к решению о том, что нужно лечение разбить на два этапа, мы понимаем, что первый этап это эксазионная биопсия. Мы видим опухоль и мы опять же выбираем метод анестезии и говорим о том, что давайте сделаем подместный, давайте сделаем под общий анестезий. Где вот этот предел, когда мы можем четко сказать себе это можно сделать подместной анестезией, а это все-таки делать подбородной. Любое плоское образование 100% подместное анестезией. Если это экзофитное образование, тогда возьмите дерматоскопы посмотрите внутрь если вы увидите мозговидные структуры то это никакая не меланома а это кератопопиллома да тем более сделайте местную анестезию если же вы увидите но для этого нужно владеть этой дерматоскопии если вы увидите такие структуры которые называются одним словом это наверное тот случай когда вы подозреваете меланому да вы делаете сразу не под местной астезии делайте под общим наркозом если хотите да ну я понимаю вас ну пожалуйста да тем более что там и на раз вы имеете лучшие условия для зашивания раны и так далее пожалуйста лев вадимович при эксцезионной биопсии пигментных образований экстренное гистологическое исследование она уже не обязательно но никогда не не было нужным потому что считается что экстренное то есть frozen section портит материал удаленный он деформирует его и морфологи очень не любят для меланомы деформацию которая наступает вследствие заморозки вот этого материала поэтому он хорошо frozen применим для молочной железы для каких-то других вещей но не для меланомы и первичное нерадикальное сечение не сильно ухудшает результаты знаете здесь я честно говоря не хочу развивать эту тему потому что я знаю взгляды на этот вопрос да я лично считаю что нет и потом что значит не радикальное на 5 сантиметров не отступили или что ни один не два сантиметра 5 миллиметров ну то есть сделали биопсию если вы сделали биопсию вы же потом сделаете реэкс изю добавите ведь все клинические исследования безопасный подход можно а вот все клинические исследования не так и делались сначала делается одно а потом добавляется то что должно быть до достигнуть вот этого автоматически там три показателя сантиметра или пять там или два или один пожалуйста спасибо за доклад уточните пожалуйста ваше мнение по поводу обязательного исчения фасции но и мое мнение что и не надо иссякать и трогать даже потому что до фасции дело практически никогда не доходит и были несколько работ очень давних которые показали что в этом большого смысла нету это в общем-то хирургическая направленность увлечение где-то а потом не каждая локализация под ней вы найдете конкретную фасцию там на нижней конечности это может быть а на спине там сложнее же анатомическое устройство то есть это независимо от локализации от толщины или все-таки при каких-то локализациях приходит но фасцию никто не в ней не рекомендует сегодня трогать вот если говорить про если вы возьмете если вы возьмете если вы возьмете рекомендации или же просто почитаете как устроены были клинические исследования проводившиеся то профасу и нигде не говорится нигде не говорится хотите удаляйте но вы это просто больше большая хирургия и для меланомы есть определенные взгляды на хирургию меланомы понятно что это системная болезнь это системная же болезнь вот если бы это была саркома где удаление в пределах фасции там понятнее да потому что там это очевидно совершенно что опухоль растет в пределах пространств межфасциальных и поэтому термин компартментал означает удаление именно вот в стенках здоровых так сказать переборок между структурами анатомическими а здесь этого нету еще один вопрос извините пожалуйста скажите пожалуйста все же с лимфоузлами если мы имеем больше полутора миллиметров лимфа делается биопсии сторожевой лимфоузла или лимфо диссекция но смотрите на эту тему у нас будет выступление да что делать если не делать лимфо диссекцию или же не делать сторожевой лимфоузел на эту тему мы вам расскажем чуть позже сегодня хорошо спасибо спасибо я думаю достаточно да а то мы что-то спасибо большое